Улыбки и праздничное настроение. Несколько сотен человек собрались на церемонии закладки памятной капсулы и начало строительства первой поликлиники в новом микрорайоне. Пока здесь есть лишь офис врачей общей практики. Да, летом мы очень рады будем открыть поликлиники. И ждали, когда будет закладка строительства. Мы в малоэтажках живем. Очень нравится малоэтажное строительство. Садик новый. Очень нам нравится. Нас дети туда ходят. Ждем еще открытия школы. Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в сутки. Здесь будут работать узкие специалисты, детское отделение, дневной стационар, все необходимые кабинеты для медицинских исследований и даже станция скорой помощи. Мы должны на будущий год, к концу года эту поликлинику сдать. И это уже будет работать на большой-большой микрорайон. И мы сделаем все, чтобы оно вот так же еще лучше, значит, застраивалось, застраивалось. Плотность выдерживать, чтобы было больше свободных пространств, больше разных площадок детских, спортивных разных и для детей, и для взрослых. Еще одна стройка стартовала в самой молодой, пятой очереди Южного города. Здесь первые дома планируют сдать к концу этого года по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Параллельно началось возведение детского сада. Он станет третьим в микрорайоне. Предыдущий с бассейном сделан по самым современным технологиям. Здесь есть даже интерактивный пол, где дети могут играть в футбол. И уже в декабре этого года в микрорайоне откроется современная школа. По оснащению и уровню преподавания она должна стать одной из лучших в стране. В приоритетах и доступность спорта рядом с детским садом Лукоморья появится Ледовый дворец, как дополнение к уже существующему фокус-бассейнам. Кульминацией праздника в честь трехлетия Южного города стал концерт и карнавал на главной улице, которую зовут Арбатом. Участниками праздника стали тысячи жителей. По прогнозам, через 10-15 лет в Южном городе будет жить около трети миллиона человек. И этот район должен стать образцово-показательным, отметил губернатор. «Я уверен, это будет показательным не только для нас, но и для всей страны. Это наиболее, может быть, удачный вариант застройки в стране новых микрорайонов, новых городов. И мы сделаем все, чтобы здесь было так же красиво, уютно, комфортно». Все вместе жители и глава региона дали отсчет яркому фейерверку, который взмыл в небо над Южным городом. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.